Саша, что ты тут делаешь? Друзья, вот здесь у нас кладовка обычная, находится котел. Я отключил вот эту батарею, чтобы она не грела. Здесь температура около 22 градусов, пожалуй. И здесь расположен ферментер, в котором мы сбраживаем наше пиво. Ферментер находится вот в этом коричневом чехле. Вот, вы можете увидеть. Так, наверное, лучше будет. Бутылки по периметру – это не что иное, как лед. В этих бутылках мы замораживаем лед и поддерживаем температуру, необходимую для сбраживания данного сорта сусла. В данном случае это порядка 18-19 градусов. Сейчас я подготовлю бутылки для того, чтобы разливать напиток. Саша приедет, довезет остальные. Вот здесь у меня шкафчик, в котором хранятся бутылочки, которые мы будем разливать. Обычно мы разливаем вот в такие вот новые полулитровые бутылки, коричневые или зеленые, в зависимости от того, какие удается достать. Но так как сейчас мы поедем на соревнованиях, вот так как сейчас мы готовимся к фестивалю домашнего пивоварения, то решено, чтобы не таскать много тара с собой, разлить в литровые бутылки. Литровые бутылки мы найти не смогли, поэтому мы их добывали естественным путем. То есть покупали пиво, выпивали его, промывали бутылки и складировали. Вот я складировал. Здесь Саша у себя привезет часть. Их должно хватить для того, чтобы разлить все пиво, которое мы сварили. Вот как-то так выглядит на данном этапе этот процесс. Бутылочки просто пока отмачиваются. Здесь слабенький раствор йода присутствует. Дезинфицируется бочок. Вот приехал дядя Саша. Вот ли вы, вы можете заметить, что мы используем бутылки московской пивоваренной компании из-под шмеля. Смотри, что там. Из-под шмеля, правильно? Да, нам даже есть из-под белого. Вот такая вот. Вот так вот мы пьем. Нет, вот такая вот такая. Это меньше половины еще. Вот такая бесплатная реклама, так что надеемся, они вот вверх нам тоже что-нибудь прорекламируют. Так. А это мы кипятим воду. В ней будем растворять сахара. Верно? Я брат? Ты его крышечку накроешь, чтобы быстрее скипило? Нет, зачем его крышечку. Мы не ищем легких путей. Пускай кипит долго. Счастливо. Саша, что ты туда делаешь? Расскажешь, что мы делаем? Знаем, из-за инфекции. Капает? Ничего страшного. Какой физико-химический смысл от этого процесса? Ну что, тебе надо, видишь? Дезинфекция йодом. Все, может быть, некий химический процесс. Понял. Так, подготовим пробочки. Сейчас их тоже отправим в дезинфекцию. Штук 30, я думаю, нам хватит. Частейшая колумбийская декстроза. Да. Надесну. Неопытный лишь какой-то. Надо насыпать вот столько, да? Вот. То есть пиво все-таки из порошка варим? Само сажаем. Итак, бутылки у нас сохнут. Декстроза кипит. И мы ждем... Наши штучки. Крышки сохнут. Это наши фильтры. То есть мы фильтрованное будем делать? Мы будем фильтрованное делать, конечно. Так, вот наш фильтры. Спускаем? Да. А там включены какие-то декорки. Угу. Итак, переливаем, да? Здесь у нас уже есть сахар. Да, помешаем сейчас. Таксель помешивает. А здесь у нас... Опа! Нормально. Опасно. Так, тут у нас ноу-хау. Фильтр-системы. Эксклюзив от BR-брю. Не длинная получается эта... Для шланга-то фигня. Ну, прокомментируйте, Александр, что мы сегодня сейчас сделали. Закрыли, закрыли. Мы в каскаде... Еще не закрыли. Разлили. Разлили. Сейчас закроем. Ну, вот, в общем-то, и получилось 20 литров. Ну, и тут парочку еще оставили. Одну попробовать, одну так. Может, кому-то задарим. Так, просто. Все. Так, итого у нас получился 21 литр. Да? 21 литр. Ну, мы особо тут это. Без паранойи. Ну, там, даже слишком много оставили. Не переливали. Ну, нормально. Нормально все получилось. Все. И последняя стадия. Мы обжимаем вот таким вот устройством бутылочки. Пробки. Давай, Саша. Хоп. Хоп. Ставим просто. Сомки. Хоп. То есть, умеющий процесс довольно-таки быстрый. Получается. Это были Саша Гендальф. И Гоша Грибс. И проект Первая Варка. Пивоварни Биарбрю. Смотрите нас на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал. Добавляйтесь в группу. Участвуйте в обсуждениях. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. Где? На фестивале увидимся. Увидимся на фестивале. Домашнее поварение. Пейте вкусное и в меру. Что-то мне сегодня вообще не разговаривается. Спать хочу. В общем так. Ждем Александра. И дальше запишем. наше видео. К нам приехал наш любимый дядя Саша, дорогой. Давай. Привет. Привет. Что такой кислый и пальмятый? Бухал вчера? Бухал. Я тоже. Закроешь здесь? Да. Слушай, по-моему у нас с этими банками перебор. Но больше не меньше. На самом деле для того, чтобы продезинфицировать тару для пивоварения, продаются специальные компоненты. Их можно купить в специализированных магазинах. Но мы этим пренебрегаем. Ха-ха-ха. Ну точнее, ее тоже хорошо действует. Я вам расскажу о том, как сделать монопод собственными руками. Итак, мы берем палку от швабры. Берем крепеж для мобильного устройства в автомобиль. С такими шоколадными зажимами. Которые крепко фиксируют в нашу камеру. И приклеиваем все это термоклеем друг к другу. Мы имеем подвижное сочленение для того, чтобы настроить необходимый угол обзора. Да, видео нельзя будет запускать и останавливать с пульта палки. Зато можно отрегулировать угол, при котором, снимая на фронтальную или внешнюю камеру своего телефона, сама палка у вас не будет попадать в объектив. Тем самым создавая очень удобный, красивый эффект съемки издалека. До новых встреч!